Дефне согласилась. Она с нами. И ты уверен, что она проголосует за нас? И не только на этом собрании. Теперь она всегда будет на нашей стороне. Что же сделал Синан, что так расстроил Жунушку? Если хотите, мы это выясним. Не стоит. Главное, нам на пользу. Скоро Вурал поймет, что Дефне на нашей стороне и будет на нее давить. Дефне окажется в сложном положении и разозлится на него. Она расскажет нам, чем шантажировала Вурала. Думаете, он знает что-нибудь про Нази? Потому что этим и можно повлиять на Вурала. Надеюсь. Я хочу кое-что спросить. Вы говорили с друзьями Нази? Что им известно о ней? Нет. У сестры было мало друзей. Помню только одну. Звали ее Жале, но они перестали общаться. Больше никого не помню. Почему вдруг спрашиваешь? Да я так, просто. Чего тебе надо? Что это были за крики? О чем вы говорили, Сказал? Тебя это не касается. Все, что происходит в этом доме, меня касается. Все, что она услышала, все, что ты сказала, я должен знать, поэтому отвечай. О чем вы говорили? Ни о чем. То есть, ни о чем, что касается тебя. Она упрекает, что я нахлебница. А разве не так? Надеюсь, вы и правда говорили о неинтересных мне вещах. Иначе пеняй на себя. Ты меня поняла? Кенан. Ты точно обо всем мне рассказал? Тебя что-то гложет? Я узнал, кто отключил Эмре от аппарата. И кто? Эбру. Что ты говоришь? Ты уверен? Я видел своими глазами. Ну и зачем она это сделала? Она влюблена в Урала-Дамираглу. Хотела свалить, все нахазал, чтобы устранить соперницу. Эта девушка-змея. Она опаснее ее папаши и даже в Урала. Надо держать Ахмеда подальше от этой девчонки. Не беспокойся. Я сделаю, что нужно. Ахмед. Кенан. Не надо. У меня есть небольшое дело. Вечером вернусь. Присядь, поговорим. Оставь. Пусть идет. Ему очень горько. Из-за этого он сейчас ничего не слышит и не понимает. Будь добр, припаркуй машину. Что ты здесь забыл? Как ты сюда зашел? Отстань, Синан. Мне не до тебя. А почему ты здесь, а? Что ты задумал? Я пришел отомстить, но не тебе. Не мешай мне. Смотри-ка. Отомстить пришел. А что ты можешь-то? Синан, что ты творишь? Это мой гость. Отпусти. Однажды мы встретимся и поквитаемся. Обязательно. Этот день настанет. Можешь не сомневаться. Есть разговор. Мне нужно кое-что тебе сказать. Сначала я хотел поговорить о другом. Но сегодня я узнал твое истинное лицо. Поговорим там. Идем. Знаешь, я хотел сделать тебе предложение. Даже кольцо купил. Думал, если ты наденешь его на палец, я буду самым счастливым человеком на земле. Я так думал. Если бы я стал твоим мужем, то будь уверена, я был бы абсолютно счастлив. Я думал, что увидел в тебе то, что не видят другие. Оказалось, я не видел того, что видели все. Ахмед. Мне это уже все надоело. Знаю. Перейду к делу. Я говорил с Кенаном. Я все знаю. Я знаю, что ты сделала. Это из-за тебя, Имра, попала в больницу. Я узнал, зачем ты это сделала. Какой же ты можешь быть жестокой, если способна забрать чью-то жизнь? Мое сердце разбито. Кенан сказал, что ты любишь в Урала. И я чуть не умер. Будто мало мне досталось. Для меня ты всегда была чиста, как хрусталь, а я был грязным работягой. Оказалось, это у тебя злое сердце. Если бы я знал, что ты любишь другого, я бы молился за твое счастье, за вас обоих. Клянусь. Но ты готова убить невиновного. Ты безжалостна. Твоя душа черна. Теперь мне стыдно за свою любовь. Я сломлен, Ибру. И раздавлен. И что теперь, Ахмед? Разве я давала тебе надежду? Обещала что-то? Что тебе нужно? Хватит с меня. Все. Да, довольно. Хватит. Теперь все кончено. Даже не начавшись. Довольно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Поздравляю Прекрасная была сцена Не понимаю вас Какая сцена? О чем вы? О признании Ахмета Мне понравилось Господин Синан Я сейчас не в настроении Говорите прямо и уходите Я хочу попасть одна Что бы ты ему не сказала Это было правильно И меня позабавило Поздравляю Ты начинаешь мне нравиться, Эбру По-моему, нужно развивать нашу дружбу Не понимаю, что это значит Надо же А я думал, ты прекрасно поняла, что я хотел сказать Я ничего не понимаю И не желаю понимать Давай-ка я объясню Этот хромой тебе не пара Он и о себе позаботиться не может А ты Такая красивая И умная Если правильно использовать эти качества Найдешь кого-то получше него Например? Например, меня Каждый раз Каждый раз, когда я тебя вижу Хочу поцеловать Не могу выбросить это из головы А я каждый раз, глядя на вас Вспоминаю вашу жену Думаю, вам лучше ее не выбрасывать Из своей головы, господин Синан Слушаю Можешь говорить? Могу Я хотел тебе позвонить Но думал, вдруг рядом с тобой кто-то есть Правильно Я была с Уралом Где ты? Выехал из дома Сейчас еду в компанию Хорошо Я тут рядом В кафе на той же улице Можешь заехать сюда? Да, сейчас приеду Давай выпьем кофе с тобой и поговорим Мама, не уходи от темы О каком доме шла речь? О какой продаже? Дочка Не надо Я все слышала Ты сказала, что особняк продан Имра Мы продали наш особняк О нем говорили И зачем мы это сделали? Кому? Мы с твоим братом давно думали об этом К тому же этот дом побольше и получше Тот дом важен для нашей семьи С ним столько всего связано Не думай об этом Поговорим о другом С чего начнем готовиться к свадьбе? Не нужно готовиться Разве так можно? Правда, не надо Мы поженимся тихо и скромно Ну нет Я хочу увидеть тебя в свадебном платье, как ты мечтала Ладно Надену то платье Ну улыбнись, милая Ты выходишь за любимого мужчину Да, я счастлива, но не уверена Ты знаешь, каково это Имра Имра, милая О чем мы с тобой говорили? А? Все будет хорошо Верно? Прошу, улыбнись Ну давай же Только не забывай, о чем мы договаривались Я не сказала Кинану, что знаю правду Он думает, я в неведении И ты не говори, хорошо, мама? Хорошо, милая Я никому не скажу Не сомневайся Какую правду? Что вы там замышляете? Слушай, Зухаль Нет, я не трогала папки Что за Зухаль? О чем это ты? Говори нормально Я не знаю, что и думать Что ты хотел, отец? Ты не вовремя Уж не про твое здоровье спросить Мне нужен адрес Азиза Узнаю Ахмеда и побыстрей Мне срочно нужен его адрес Я не могу Что значит не можешь? Мне очень нужно Я не могу Мы с Ахмедом поссорились Я говорил тебе Поаккуратней с ним Но ты никогда не слушаешь И почему ты со всеми ссоришься, Ебру? Папа У меня полно дел Я сейчас занята И зачем тебе адрес Азиза? Дело у меня к нему есть Дело Не связывайся с ним Не надо Он тебя живьем съест Не указывай мне Я ему покажу, кто главный Как пришел, так и уйдет Ну Как знаешь Потом мне не жалуйся, папа Эбру А вон ты как Сбрасываешь отца, значит Здравствуй Здравствуй О чем таком важном Ты срочно хотела поговорить? А в Урале Звонили из той охраны фирмы И все рассказали Даже про пожарную сигнализацию А о том, что ты туда приходила, тоже? Не знаю Но он ведет себя иначе Думаю, он что-то знает Пока диск не найден, нам ничего не грозит У Урала будут всего лишь подозрения Так что Просто постарайся не выдать себя Он мне ничего не сделает Хазал, будь осторожна Мы видели, на что способна Эбру в порыве ярости И к чему это привело С каких пор ты так обо мне беспокоишься? Я беспокоюсь о тебе с момента нашего знакомства И думаю о тебе больше, чем о себе Мне казалось, ты меня ненавидишь Ненависти нет Я просто не могу тебя простить Но я не хочу, чтобы у тебя были проблемы Особенно из-за меня Что это? Последний козырь Эбру Удаляя видео, она записала наш с тобой поцелуй на флешку Чтобы шантажировать Именно так Пригрозила, что покажет в Уралу Но я у нее забрала Как удалось? Это было несложно Ты молодец Но у видеозаписи может быть копия Не думаю Я видела ее отчаяние в тот момент Было видно, что она потеряла последний козырь Она понимает Если покажет записи в Уралу Мы всем расскажем, что это она Отключила Эмре от аппарата Ты обещал поговорить и все уладить Поговорил? Что она тебе сказала? Почему она это сделала? Почему отключила аппарат? Ты знаешь Эбру лучше меня Она алчная и бесстрашная А семья до Мироглу не посчиталась с ней Она сказала, что в Урал и Синан Отнеслись к ней как к рабыне Вот поэтому она и решила отомстить Она не хотела убивать Была уверена, что сработает сигнал И мы спасем Эмре Она всего лишь хотела причинить боль в Уралу и Синану Она ненормальная? А если бы мы не успели, и Эмре умерла? Злость затмила ей глаза Думаю, она лжет, Кенан Наверняка есть более веская причина Какая, например? Не знаю Например, любовь Она тебе ничего не говорила об этом? Больше ничего не рассказала? Нет, не рассказала Она ничего не говорила про любовь и все такое Как это особняк продан? Продан и все тут Его больше нет Будем жить здесь В Урал, когда вы приняли это решение Могли бы спросить и наше мнение А зачем нам тебя спрашивать, Дефне? Ты бы вернула акции, которые я тебе дал И выкупила бы дом? Что ты за человек такой? Еще и издеваешься, не стесняясь Этот особняк не только твой Он принадлежит всем нам Он был очень дорог отцу У кого ты спросил? У меня Значит, ты была в курсе, так? В семье ничего не происходит без моего ведома Разве не знаешь? В голове не укладывается Почему вы продали дом? Еще и так поспешно, не сообщив никому О причинах я расскажу твоему мужу Если так интересно, спросишь у него Права на собственность у меня и моих детей Мне надоело, что вы строите планы, а с нами не считаетесь Разве не ты говорила, что тот особняк подчеркивает наш статус, мама? Синан Так было нужно, нам пришлось продать И так будет лучше Доверься мне Довериться Ты надо мной издеваешься? Тема с особняком закрыта Придет время, и вы все получите свою долю от продажи Какие деньги? Думаешь, дело в деньгах? Я сказала, что тема закрыта У нас есть более важные вопросы для обсуждения Имра с Кинаном решили зарегистрировать брак Поженятся через пару дней Зачем ты это мне говоришь? Обсуди это с Вуралом У меня ведь здесь нет права голоса Поздравляю Ты отлично сыграла роль самоотверженной матери Еще и насмехаешься надо мной без зазрения совести Я сделала вид, что обо всем знаю Не потому, что согласна, а для того, чтобы вы не враждовали Мне нужно поблагодарить тебя за это? Нет Просто не действуй в одиночку К тому же у меня к тебе есть просьба Все, что захочешь, слушаю Имра выйдет замуж за Кинана, и ты не будешь возражать Не ставь им палки в колеса, не хочу проблем Если не хочешь, то держи рыбака подальше Я вообще не пойму, как ты согласилась на их брак Ради счастья дочери и ее спокойствия Этот тип не сделает ее счастливой, но лишит нас всех покоя Ты скоро это поймешь, но будет уже поздно Ах, сынок Будет слишком поздно, когда ты все поймешь Я не могу никуда уйти В Урал дома Я узнала кое-что Наши предположения верны В Урал и Джанан знают что-то важное Думаю, Джанан знает о том, что случилось с Нази И я так думаю, они ничего не скрывают друг от друга И от нас не смогут скрыть У меня к тебе будет серьезная просьба Что сказать? Это будет сложно И как мне это найти? Хазал, прошу, это очень важно Я это понимаю Но если попадусь, как я все объясню? Ты должна уладить это до завтра У нас нет времени Хорошо, попытаюсь А если не выйдет? Ты должна это сделать Думаю, мы напали на след Мы можем найти все разгадки Надеюсь Хазал, любимая? В Урал пришел Хазал, ты в ванной? Да, я сушу волосы У меня к тебе есть очень важный разговор Если можно, открой дверь Сейчас выйду, дорогой Что случилось? Чем ты встревожен? С легким паром Спасибо Ты ведь не об этом хотел поговорить? Конечно, нет Имре с рыбаком Собираются зарегистрировать брак Чудесно Надеюсь, они будут счастливы Не знаю, будут ли они очень счастливы Но у меня уже сейчас пропало настроение В Урал Милый, мы об этом говорили Ты обещал позволить им пожениться Ты дал мне слово Не сомневайся Я сдержу все данные тебе слова Я тебя так сильно люблю Я сделаю все ради тебя Даже забуду неприязнь к рыбаку В этом мире я доверяю только тебе Прошу, не заставляй меня разочаровываться Я больше не хочу быть прежним в Уралом Не переживай Забудь о прошлом Нет прежнего в Урала И прежний Хазал Все будет хорошо Доверься мне Доверяю, любимая Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова